Конгресс меняет правила и Грым. В Штатах проголосовали за новый закон о санкциях, который одновременно лишает президента права влиять на такие ограничения. Решится ли Трамп блокировать документы и будет ли Белый Дом бороться за свои полномочия? Дмитрий Анопченко выяснял все детали. 419 за и всего трое против. Такого результата на табло не видели очень давно. Демократы и республиканцы постоянно жестко конфликтуют, блокируя инициативы друг друга, но оказались едины, когда дошло до двух принципиальных вопросов. Ввести санкции против России и ограничить полномочия Трампа. Новый закон очень объемный. В нем 184 страницы и добрую половину из них посвятили России. Конгрессмены вспомнили Москве все. И Украину, и Донбасс, и кибератаки, и поддержку Башара Асада в Сирии. Фактически впервые на законодательном уровне Россию внесли в список внешнеполитических врагов Америки вместе с Северной Кореей и Ираном. И ни один президент, не только Дональд Трамп самостоятельно не сможет это изменить. У президента всегда было право своим указом вводить или смягчать любые санкции. Тот же Обама часто этим пользовался. Новый закон полностью меняет правила игры. Главе государства теперь придется приходить в Конгресс, убеждать и просить смягчить санкционный режим. А законодатели подумают и скажут, да или нет. Что касается новых санкций против России, то закон их пока не вводит, а только предусматривает. Наиболее серьезные могут ударить по инвесторам из любой страны, которые решат софинансировать сооружения российских газопроводов. А еще в законе черным по белому прописана необходимость противодействовать строительству Северного потока-2. Понятно, что законопроект вступает в силу только после подписи президента. Однако, подпишет ли Дональд Трамп этот документ, вопрос на самом деле риторический. Потому что сейчас так много конгрессменов и среди демократов, и среди республиканцев, которые высказываются за, что даже если Белый дом и решится что-то тормозить, то они соберутся второй раз, преодолеют вето, закон вступит в силу, ну а президента в очередной раз обвинят в игре на стороне Кремля. Ну а дальше предстоит голосование в Сенате. Но на фоне слухов о потеплении в отношениях с Москвой, российский вопрос сплотил Конгресс. И как и в Нижней Палате, при голосовании сенаторов на табло тоже будет крайне мало голосов против. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.